Соломон 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 Даже не одна, тонны золота приготовил Давид. Семь тысяч талантов серебра для обложения стен в домах. Стены были из серебра, представьте, в этом храме. Для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных и для всякого изделия из рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? Вот это меня совсем удивляет. Столько Давид всего заготовил, можно такое здание построить. А он говорит, князья, начальники, может быть кто-то еще хочет поучаствовать в этом. Не оставляйтесь безучастными. И он призывает людей, представьте. И люди стали жертвовать начальники семейств, начальники колен израилевых, и начальник тысячи сотен, и начальника над имениями царя. И дали на устроение Божьего дома еще пять тысяч талантов и десять тысяч драхм золота. Еще несколько тонн приложили, представьте, золото. И дали на устроение дома Божьего. И у кого нашлось дорогие камни, те отдавали их сокровищницу дому Господа. Бриллианты, все отдавали. На руки Иехилу, герсинянину, кто он занимался строительством. И радовался народ усердию их. Желание сердца. Представьте, Давид дал хороший пример для своих людей. Это было в его сердце. И написано, что народ, он так же последовал по его стопам. Они отдавали все самое дорогое. Дорогие камни из своего дома. И радовались при этом. Не давали, скрипя сердцем, а, на, забери последнее. Ну, раз царь сказал, надо же. Порой вот так вот люди жертвуют в Доме Божьем. Но мы видим, у евреев совсем другие были ценности. Совсем другое было мировоззрение. Давид оставил им хороший пример своим делом, своим поступком. Он призвал их, а они последовали за ним. Итог жизни Давида описан в стихе 28. И умер Давид в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою. И воцарился Соломон, сын его, вместо него. Вывод, который я хочу, чтобы мы с вами сегодня сделали, это то, чтобы мы в первую очередь прианализировали, что мы делаем сегодня в Доме Божьем. А второе, будь щедрым сеятелем своих денег в Доме Божьем. И умрешь, как Давид. В доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славой. Насыщенной жизнью, богатством и славою. Так умер царь Давид. Давиду было не все равно. Дом Божий всегда был в его сердце. Он хотел что-то сделать для своего Бога. И сделать это на высшем уровне. Не жалея ничего, потому что наш Бог, Он достоин лучшего. Это было в его сердце. И хоть Бог ему сказал через пророка, ты не построишь. Я уверен, для него это было какой-то скорбью. Я уверен, для него это было каким-то разочарованием. Но он все равно сделал все для того, чтобы сыну как можно проще было построить этот храм. Я сегодня призываю вас, чтобы вы также были щедрыми сеятелями в его доме, потому что наш Бог, Он достоин лучшего. Аминь, церковь. Давайте встанем сейчас с вами. Давайте будем валиться. Дорогой Иисус, спасибо Тебе за кровь Твою святую, которую Ты проливал за нас две тысячи лет назад на Голгофском кресте. И дай нам, Господи, откровение понимать, что Ты достоин лучшего, потому что Ты не пожалел ничего для нас, отдал свою жизнь. И дай нам, Господь, быть щедрыми даятелями в доме Твоем, потому что это лучшая почва для того, чтобы сеять свои финансы, не жить вот именно своими только ценностями, но иметь вот это, как у сердца, как это было в сердце Давида. Он жил этими ценностями. Он хотел делать Твой дом лучшим, самым лучшим на свете. У Него это удалось. И мы просим Тебя, помоги нам, Господь, также быть участными в созидании дома Твоего, потому что Ты достоин этого, великий Бог. И я благословляю каждого, кто сегодня сеет финансы свои в Доме Божьем. И пусть придет воздаяние во имя Иисуса Христа во всех сферах жизни, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 Я есть Твой. Не отлучит, не отлучит нас от Тебя. Вас еще, Тобой мой Бог, Я только Твой. Используй меня, Бог. Я есть Твой. Используй меня, Бог. Я есть Твой. Используй меня, Бог. Я есть Твой. Я доверяю жизнь свою. Используй меня, Бог. Используй меня, Бог. Я есть Твой. Используй меня, Бог. Я весь Твой, используй меня Бог, я весь Твой, я доверяю жизнь свою, используй меня Бог, используй меня Бог. Я весь Твой, используй меня Бог, я весь Твой, я доверяю жизнь свою, скажи, Господь, используй меня Бог, используй меня Бог, Я весь Твой, используй меня Бог, я весь Твой, я доверяю жизнь свою, используй меня Бог, используй меня Бог, Я весь Твой, используй меня Бог, я весь Твой, используй меня Бог, я весь Твой, я доверяю жизнь свою, используй меня Бог, используй меня Бог, Я весь Твой, используй меня, Бог, я весь Твой, используй меня, Бог, я весь Твой, я доверяю жизнь свою, о Свою. Простирайся к Нему, ибо Он Твой Бог, и Ты здесь, на этом месте, для того, чтобы славить Его, для того, чтобы поклониться Ему, невзирая на лица, на имена. Простирайся к Нему, ибо это Твое время, время Твоего посещения, время, Твое время, чтобы услышать то Слово, которое изменит Твою жизнь, Твою судьбу, Твой бизнес, Твою семью, Твой город, Твой народ. Это Твое время, услышь Слово, и пусть это Слово, оно поведет тебя, поведет через те бури, через те воды, по которым Ты никогда не ходил. Простирайся к Нему, ожидай от Него, пусть в Твоем сердце ничего не будет, ни суеты, ни лжи, но пусть будет просто ожидание веры. Иисус, 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 Иисус. Иисус! Иисус! Используй меня, Бог, я весь твой. Используй меня, Бог, я весь твой. Я проверяю жизнь свою. Используй меня, Бог, используй меня, Бог. Я весь твой, используй меня, Бог, я весь твой, используй меня, Бог, я весь твой, доверяю жизнь мою. Мы благодарим Тебя, что наши жизни, они сокрыты в Тебе, и Твоя милость, она обновилась к нам в этот день, в это утро, и мы по милости Твоей пришли на это собрание. Кто-то переступал через себя, через свои амбиции, через свою гордость, кто-то боролся с грехом, потому что помнил, что вчера он делал нехорошие вещи. Кого-то, может быть, Бог обличал, что ты никак не можешь избавиться от своего табакокурения. Кто-то от того, чтобы по вечерам выпивать, но это Твое время, время Твоего посещения. Кто-то, может быть, с вожделением ты смотришь на женщин, это мешает тебе каждое утро просыпаться и идти к Господу. Это время Твоего посещения. Это время Твоего посещения. Это когда Бог приходит и исцеляет. Своей милости, своей благодати, своей силе. Это Твое время, дорогой брат и сестра. Ты здесь, на этом месте, чтобы почтить его, почтить его присутствие, почтить его благость. Может быть, ты вчера поругался со своей женой. Это Твое время, потому что ты по милости Божьей находишься здесь. И Он милующий, Он прощающий, Он любящий. Это Твое время. Время Твоего посещения. Пусть идет всякая суета. Суета этого мира. Как Давид сказал, суету и ложь удали от меня, сердце чистое, сотвори во мне и дух правый обнови. Это Твое время, когда Бог будет обновлять этот правый дух. Бог будет обновлять этот правый дух. Он будет убирать суету. Он будет убирать всякую ложь. Он будет давать Тебе виденье не просто на день, не просто на неделю, а на месяц, на годы. Потому что Он будет утверждать в Тебе Своё вечное истинное Слово. Благодарим Тебя, Господь, за эту славу, за это присутствие, за эту силу, за это величие, за это могущество, которое изливается в нашей жизни. Тебе это честь, Тебе это слава, Тебе это хвала. Отец, во имя Иисуса Христа молились, и все согласные да скажут. Аминь. Воздай великую славу Господу и присаживайся в любви Божией. Спасибо, группа прославления. Вы замечательны. Или они не так замечательны, или вы что-то не поняли. Спасибо вам. Аллилуйя. Знаете, я хочу сделать некоторую такую зарисовку на молитвенное служение. Дмитрий, твой выход. Но пока, знаете, я хочу рассказать, я уже рассказываю эту историю на молитвенном служении. Ну, в ту сторону, может, в ту лучше. На молитвенном служении. Знаете, иногда кто-то сам себе задает вопрос, почему так много молитв, почему там что-то, знаете, вот как-то затягивают с молитвой, еще что-то бывает. Вот, и есть такая история, я уже рассказывал, но хочу повториться. Одна девушка или женщина, она говорит, я молилась, и Бог дал мне замечательного, самого лучшего мужа. А вот мой муж не молился, и ему досталось то, что досталось. Знаете, у меня есть такая, знаете, вот, что-то я не нашел сильного такого, знаете, у сестер подтверждения. Ну, чтобы братьев не оставить, не в удел. У меня есть точно так же история, знаете, я смотрел энциклопедию о ядовитых грибах, и почему-то все ядовитые грибы, они с юбочкой. Знаете, это вот такая шутка, знаете, чтобы вы немножко не сетовали сестры на братьев. Братья на сестер, слава Богу. Знаете, хочу небольшую зарисовку такую из молитвенного служения. Из молитвенного служения. Кто посещает молитвенное служение? Слава Богу за вас. Я верю, что после этого будет больше. Вот. И в первой книге, первая книга царства, в первой главе есть история про Анну и про Илью. И вот Анна, она приходит, заключает завет с Господом в молитве. И знаете, история, она заключается в следующем. И вот, знаете, Дмитрий, он в виде Ильи сидит. Вот представьте эту картину. Вы приходите в храм, сидит священник такой статный. Ну, или я был поточнее, но представьте, что это статный такой священник. Вот вы пришли. И вдруг он простирает на какую-то сестру руку и говорит. Сестра, ты что, пьяная, что ли? Представляете эту картину? Вот на мою маму показал. Смелый, однако. Все, Дим, спасибо, иди садись. После этого достаточно. Извиниться не забудь после собрания. И представляете вот такую картину. Вы можете себе представить? Вы приходите вечером на молитвенное служение после работы. Вы шли в храм Божий. Вы напряжены. Вы весь день работали. Вы весь день работали. Приходите. И написано, что у Анны губы еле шевелились. А Илия сидел на своем седалище, смотрел вдаль, написано. Или смотрел просто. И вдруг он говорит, сестра, ты что, пьяная? Я представляю, если бы Олег Васильевич так с кафедры, знаете, смотрел на кого-то. Сестра, ты что, пьяная? Ну, сестры бы больше в церкви не было. Но она говорит, не найду ли я благоволения в очах Господа? Не найду ли благоволения? Потому что она перед этим Богу посвящает своего сына. Говорит, если ты мне дашь, я отдам его тебе. Момент посвящения произошел определенный. И он говорит, иди, иди. И все, что хотела, Бог исполнит. И написано, что она вышла радостная из храма. Представляете, после такого прецедента, можно сказать, прилюдного прецедента. То есть, в храме что? То есть, ни у кого ушей нету. Или там тишина, знаете, такая. Или у нее наушники были, он ей там, да, по телефону там это сказал. То есть, это было прилюдно. Но она вышла оттуда, написано, более радостная. Радостная. И впоследствии мы видим то, что она хотела сделать. Тот завет, который она заключила. Бог, Бог это все устроил. Поэтому, возлюбленные, дорогие, очень важно, когда мы заключаем какой-то завет с Богом, чтобы его можно было исполнять. Аминь. Хорошо, возлюбленные. Тема моей проповеди. Бог на твоей стороне. Бог на твоей стороне. И я хотел бы рассказать одну историю. Рассказать одну историю. Это она описывается в книге Иисуса Навина. В книге Иисуса Навина. Когда он заключает завет с гаванчанами. И это те люди, которые, они просто хотели выжить. Как и мы с вами, знаете, вот кто-то пришел в церковь по нужде. Кто-то родился в верующей семье. А кто-то, знаете, вот как я. То есть я пришел по нужде. У меня была нужда. И я хотел выжить. Я хотел остаться живым. Я хотел, чтобы моя жизнь продолжалась. Чтобы у меня было наследие. Чтобы у меня было какое-то будущее. И вот многие, знаете, из нас, мы пришли, потому что мы хотим жить. Мы хотим, чтобы наша жизнь, она продолжалась. Чтобы Бог ее окрашивал красками. И вот гавитяне, они хотели жить. Потому что они слышали, что Бог делает с людьми. Или с народами, или с царствами, которые противостоят против Израиля. И они обманом заключают с ними мир. Они обманом заключают соглашение. У них было три дня пути. Они сказали, мы пришли из дальней страны. И происходит следующее событие. Это Иисус Навин, 10 глава. И читать будем с 3 стиха. Посему Адониседек, царь Иерусалимский, послал Гагону, царю Хавронскому, Фимару, царю Иоримскому, и Кефею, царю Вахийскому, Дивиру, царю Иглонскому, чтобы сказать. Извиняюсь. Приди ко мне и помоги мне поразить Гавлон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилем. Они собрались и пошли пять царей Амарейских. Царь Иерусалимский, царь Хавронский, царь Армурский, царь Ирхийский, царь Иглонский. Они и все, все ополчение их. И расположились станом подли Гавлона, чтобы воевать против него. Жители Гавлона послали к Иисусу в стан Израильский. В Гаугал сказать. Не отними твои руки от рабов твоих. Приди к нам скорее. Спаси нас и подай нам помощь. Ибо собрались против нас все цари Амарейские, живущие на горах. Иисус пошел из Гаугала сам. И с ним весь народ способный к войне. И все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу, не бойся их, ибо Я предал их в руки твои. Никто из них не устоит пред лицом твоим. И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел из Гавлгала. Господь привел их в смятение при виде израилетян. И они поразили их в Гавлоне сильным поражением и преследовал их по дороге к возвышенности Вифора и поражал их до Азека и Македа. Иисус, тут пропускает 12 стих, дальше говорит, Иисус возвал Господу в тот день, в который предал Господь Амареев в руки Израилю, когда побил их в Гавлоне. И они побиты были пред лицом сынов Израилев. И сказал пред израилетянами, стой солнце над Гавлоном и луна над долиною Айлонской. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. И не это ли написано в книге праведного, стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глаз человеческий, ибо Господь сражался за Израиля. Аминь. Возлюбленные, братья, сестры. Знаете, в этой истории есть определенные аспекты, на которые я вместе с вами хотел бы обратить внимание. Написано, что когда Гавитяне, они заключили мир с Израилем, то другие пять царей, они ополчились против них для того, чтобы воевать. Знаете, в нашей жизни есть люди, которым мы проповедовали Евангелие, мы принесли им Слово Божье. Но иногда некоторые, они восстают не только против тебя, но еще против тех, кому ты несешь Слово Божье. Возлюбленные. Возлюбленные. Иногда, то есть, начинается вот это брожение, вот это хождение, что ты не в ту церковь попал, ты не к тем людям пришел. Они тебя обчистят, они тебя ограбят, они еще... То есть, и идут различные наговоры, они готовы воевать не только с тобой, но и с теми, кому ты проповедовал, с теми, кому ты принес спасение, с теми, с кем ты заключил мир, с теми, кому ты заключил, с кем ты заключил завет, заветные отношения, договорился с кем-то. Поэтому, возлюбленные, дорогие братья, сестры, мы иногда должны четко понимать ту ответственность, которая есть в нашей жизни за тех людей, которых дает нам Господь. Аминь. Это очень важно. И вот мы видим, как разворачиваются события. Они взяли и опоучились. И гаовитяне, они посылают послов в Галгал. Они говорят и просят Иисуса, чтобы Он... Чтобы Он пришел... Кто-то недуховный звонит. Чтобы Он пришел, возлюбленные. И Он написано, что 7 стиха выходит, берет с собой народ сильный, способный к войне, и выходит. Знаете, что интересно в этой истории? Что когда мы будем читать, если перед этим, в 9 главе будет написано, что они шли из Гаваона в Галгал, они шли 3 дня. А Иисус написано, что Он взял все свое ополчение, всех мужей сильных, и пошел, и Он пришел, шел всю ночь. Всю ночь. Внезапно. Знаете, иногда нам нужно сражаться всю ночь. Не в обиду никому, но мы иногда ночью любим спать. Особенно, знаете, я помню, когда проходили молитвенные, ночные молитвенные, стражи такие. Ты приходишь в церковь, 200 человек, на молитве 20, святой десяток, святая десятина, или на молитвенное служение. Да уже не говоришь о молитвенном служении ночью или утром. Порой иногда общаешься с людьми и говоришь, ты утром молился, мне некогда. Ты Библию читал, мне некогда, мне нужно на работу. Я знаю одного человека, он встает, если ему на работу в 6 утра, он встает в 5, для того, чтобы сварить себе кофе, почитать Библию, приготовить завтрак своему мужу, и потом спокойно пойти на работу. Знаете, есть определенная ответственность, определенное посвящение нашей жизни, которое мы берем на себя, чтобы стоять в том слове, которое Бог нам даровал. А потом мы приходим, знаете, и не понимаем, почему в нашей жизни приходит поражение. Потому что нам, может быть, нужно было идти всю ночь, нам нужно было приложить усилия. Вот этот путь, который был в 3 дня, может быть, его нужно было пройти за ночь. Я хочу тебе сегодня сказать, дорогой брат и сестра, есть то время, когда нужно поторопиться. Есть то время, когда нужно поторопиться. Может быть, поторопиться тебе и встать в этом пророме за свою семью, за свой дом, за свой бизнес, за свою работу, за свое предприятие. Или, может быть, взять и поторопиться и сражаться за тех людей, кому ты Евангелие проповедовал. Мне нравится, знаете, не хочу никого обидеть. Мне иногда звонят, Геннадий, вот здесь возле магазина человек, он так нуждается. Я говорю, и? Ну, его бы в репцентр. Я говорю, подождите, ну, вы с ним хотя бы пообщайтесь. Хочет он туда или нет? И знаете, мы готовы привезти человека, отдать его. Аллилуйя, Господи, велика твоя награда на небесах. А ты говоришь, слушай, ну, может, ему надо, вы его отведите, помойте, посадите на бла-бла-кар, и мы его отправим в другой репцентр. Я скажу, куда? О, а как я это буду делать? Это же нужно деньги тратить. Это вы занимаетесь. Это ваше прерогатива. Подождите, подождите. Ну, это наша ответственность, как церкви, как народа Божьего, всех вместе. То есть мы хотим просто, порой, знаете, привезти человека в церковь, все, покаялся, аллилуйя, галочку такую большую поставили тебе. Нет, нужно еще везти, если ты завязал эти дружеские отношения, то продолжай дальше его везти. Продолжай дальше с ним выстраивать эти взаимоотношения. Продолжай дальше служить ему. Может быть, тебе надо ночью прийти к нему и общаться с ним? У меня была одна такая история. Парень, знаете, замечательный парень с интеллигентной семьи. Пошел в реабилитацию. Классно все. Довольный. Бизнес свой начал. И вдруг, знаете, другой брат собрался жениться. И они пошли в ВИЧ-центр вместе сдать анализы. Он пошел за компанию. Пришел за компанию, просто говорит, сдам анализы. Сдал анализы, ему звонят из ВИЧ-центра и говорит, придите, нам нужно с вами поговорить. Он, ну скажите так, нет, нам нужно лично с вами поговорить. Он, что-то случилось? Да нет, нам просто нужно лично с вами увидеться. Знаете, когда он пришел, вердикт был неутешительный для него. Они говорят, вы ВИЧ-центр положительный? Он пришел ко мне в 11 часов ночи и говорит, Геннадий, как так может быть? Я же пришел к Богу. Моя жизнь поменялась. Я же просто пошел за компанию. Я уже пока даже к тебе ехал. Я позвонил всем тем друзьям, с кем раньше употреблял наркотики, с кем даже одним шприцом кололся. Они чистые. А я ВИЧ-центр положительный. Я говорю, я с ним общался. Вечерами он приходил до часу ночи. Мы вместе плакали. Я искал эти слова утешения. Но нужно было пройти этот путь вместе с ним, возлюбленные, дорогие. Не бросить на произвол. Сражайся сам со своей болезнью, со своими проблемами, со своими трудностями. Может быть, ты уже разочаровался. Может быть, тебе надоело это делать. Так часто бывает, ты служишь людям, ты разделяешь вместе с ними горести, а радости они с тобой делить не хотят. Но я хочу тебе сказать, дорогой брат, сестра, продолжай делать. Продолжай служить, продолжай сражаться за свой народ, за свой город, за свой регион, за свою семью, за свой бизнес. Продолжай это делать. Потому что Бог, он на твоей стороне. Знаете, этот брат, он женился, родил двоих детей, имеет бизнес, купил пару квартир. Бог благословил. Сейчас скажи или напомни то время. Может быть, он его даже и не помнит. Но с ним нужно было пройти это поприще. Я хочу тебе сегодня сказать, иди с кем-то это проприще. Продолжай делать. Продолжай служить. Продолжай сражаться. Продолжай стоять в вере. Это твоя ответственность. Это твоя прерогатива. Продолжайs had been gathered. Продолжай. 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 Продолжение следует...